ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Наши монстрики, они нам готовят очень много монет, просто невероятное количество, я в восторге, когда они дают столько монет, просто закачаешься. Так, давайте мы еще пособираем и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и ооо, мои любимые подписчики меня смотрят и любят. Смотрите, зажигают мне разные факелочки, давайте позажигаем, ведь факелочки нам нужны для удачного разведения. О, мой лужасик просто красавчик, и барабамы. Так, теперь с этой стороны, из балалис, тактиры, привет, привет, мои монстрики. Собираем побольше, побольше монеток, обязательно. А еще кристаллики не забудем, кстати, у меня уже 108 кристалликов, а у вас сколько? Напишите мне об этом в комментарии, пожалуйста. Так, дальше смотрим, мы, по-моему, здесь, на этом острове, никого не выводили, никуда никого не заводили, но самое главное на этом острове то, что я сегодня очень-очень-очень хочу исполнить то, что говорили мне мои подписчики, а именно прокормить лужаса и перевезти его на это реальный остров. Это возможно, друзья, вы представляете, это будет просто здорово, я очень хочу его сейчас прокормить до 15 уровня, надеюсь, у меня получится, погнали. Так, пока что у меня 10, о, уже 11, это я точно его кормлю, 12, ого, да, еды надо слишком много, 13, о, упс, все, кажется, это, 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 это все, что есть. Друзья, как же обидно, что же делать, не осталось совсем немножко, правда, ест он 81 тысячу за раз на 13 уровне, обалдеть, как же его прокормить аж до 15, это надо очень простараться. Но мы с вами сделали уже первый шаг к этому, так что пойдемте делать второй, а именно собирать побольше монет, чтобы поставить прокормку. Да, 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 и побольше, а вот мои подписчики уже факелочки мне позажигали, сейчас мы быстренько все это соберем. Вот, отлично, побольше, побольше мне же кормить этого монстра до 15 уровня, как же по-другому, конечно же, нужно прокормить, а для этого дайте мне побольше монеток, я буду вам безгранично обязана. Вот, отлично, монстрики мои хорошие, ой, я не туда, так, вот здесь позажигали факелочки от моих подписчиков и все быстренько пособирали. Так, смотрите, сколько всего у меня ценного, драгоценного. Отлично, друзья, пойдемте дальше, кто нас в продаже, не монстрики нынче, нет, не монстрики, ну и ладно, не монстрики, не монстрики, это же не главное, главное сделать что-то полезное. Так, монстрики, а здесь у меня для моих подписчиков сюрприз, я, между прочим, прокачалась, и теперь могу вот эти самые яйца пооткрывать. И первый мой малыш, который появится, это лопага, я хочу его поставить, что? Да я же прокачала кровати, ой, что я не открыла протачку и правда не открыла. Вот теперь как выглядит мое здание, кстати, я могу испытать счастье и крутнуть, может мне чего-нибудь классное выпадет, какой-нибудь главный приз, мне никогда не везет, а вам? Напишите мне в комментариях, повезло вам хоть раз заработать главный приз, миллион монет, 300 еды, пишите, дорогие мои подписчики, очень интересно, или это мне так просто не везет. Что ж, теперь-то я могу поставить лопагу, лопага, привет, смотрите, классный, правда, какой он хорошенький. И, между прочим, благодаря первому монстрику я собираю 75 тысяч монет, не так уж и мало, мы уже почти дошли до 6 миллионов, это просто супер. Так, давайте быстренько зажигать пакелочки и отправлять следующего монстрика поскорее выводиться. Так, вот у меня спрашивают, может мне ускорить, а за сколько можно ускорить? Ой, я уже ускорила и потратила монеты. Ладно, зато у меня будет пам-пам, пам-пам, здорово, правда, и мои подписчики тому свидетели. Давайте эту красоту поставим вот прямо здесь, он такой модненький, надеюсь, я за него получу что-нибудь ценненькое. Так, тоже 75 тысяч монет, отлично, у меня уже 6 миллионов монет, это здорово. Еще подсобирать вот здесь немножечко, и я думаю, что стоит покормить моих маленьких новеньких монстриков. Как вы считаете? Мне кажется, это будет хороший вариант. Так, собираем, собираем, собираем. Монетки собраны, и я кормлю. Вначале лопага. Ну что, лопага, готов? Сейчас мы тебя докормим до какого-нибудь, ну, к примеру, 10 уровня. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. О, какой большой пал. И улыбается, ему кажется, это нравится. Теперь пам-пам, пам-пам, привет, мне так нравится твое имя. Я хочу, чтобы ты вырос, чтобы ты был умным, красивым и прокачался до 10 уровня. А, смотрите, какие они клевенькие. Надо будет посмотреть, конечно, сколько они денюжек нам принесут. Это очень важно. А кто у меня тут еще не прокачанный остался? Ой, лягашка, бедная лягашка. Давайте ее тоже немножечко покормим. Вот. Я даже, наверное, смогу ее... Упс, не смогу. Ну, до 8 уровня это уже кое-что. О, ладненько, друзья мои, товарищи, я вам очень рада. Всем, всем, всем. Ну, а мне уже пора убегать на следующий мой остров. Может быть, там меня ожидает что-то такое невероятное. Так, это остров... О, это да, это мой самый сложный остров. Здесь прокачка здания стоит просто невероятных количеств монет. Вот. Но мне потихонечку кое-что зарабатывает. Давайте вспомним, сколько стоит прокачать это здание. 6 миллионов 500 тысяч. У меня даже немного не хватает. Представляете? Ну, ладно, отсюда уходим. Кстати, чтобы купить земляной остров, надо 7 миллионов 500 тысяч. Ребята, пишите мне в комментариях, что мне лучше сделать. Монеток я почти собрала и для прокачки здания, и для покупки острова. И главное, для того, чтобы поставить еду для моего бужасика, и перевезти его на сериальный остров. Давайте мы проголосуем. Что наберет больше всего ваших голосов, то я и сделаю. На то я и потрачу свои монетки. Пишите мне в комментарии, я буду ждать. А сейчас мы переходим на огненное убежище. И посмотрим, кто у нас там. О, у меня тут мои любимые подписчики, которые мне уже тут все позажигали. Я так рада, так рада, так рада. Спасибо вам огромное за то, что вы меня не оставляете. Зажигайте мне факелочки. А еще я собираю у монстриков денежек, чтобы было поближе к нужной сумме. И еще, и еще. Посмотрим, кто вывелся. Ура! Смотрите, друзья, кто у меня вывелся. Стега Бака. Представляете? Я так долго ждала. Я прокачала монстров, по-моему, до 12 уровня. И только сейчас у меня вывелся Стега Бака. Представляете? Я пробовала тысячи раз, ничего не получалось. Я надеюсь, мне удастся его поставить. Ну, пожалуйста. Ну, поставить. Да, мне получится его поставить. Мой Стега Бака, родной. Какой же ты симпотненький. Вот, я тебя ставлю рядом со всеми остальными монстриками. Какой классный. Только у меня на него совсем еды нет. Ну, хотя бы до второго уровня удастся прокормить? Ну, немножечко. Вот до второго. И даже, может, до третьего. Чтобы его хотя бы видно было. А до четвертого. И до четвертого. Смотрите. Так, я хочу его немножко подвинуть. Я так тебя долго ждала, Стега Бака. Я прямо очень хочу, чтобы ты был где-нибудь поближе. Так, погодите. Для этого надо поставить куда-нибудь вот эту вот красотку. Ее бы хорошо немножечко сдвинуть. Ох, да. Сдвинуть ее очень тяжело. Она такая огромная. Ладно, Стега Бака, может, ты здесь где-нибудь поместишься? О, здесь уже получится. Смотрите. Какой же он хорошенький. Наконец-то. Наконец-то у Балтушки хоть что-нибудь получилось. Давайте попробуем, может быть, вывезти еще кого-нибудь ценного. Правда, еды у меня, к сожалению, маловато. Наверное, нужно кормить малышей, чтобы вывезти хоть кого-нибудь. Вот у меня есть дент-птица, пропиборг. Но они меня мало интересуют. Меня больше интересуют какие-то очень крутые. К примеру, цветак. Это огонь и лист. Давайте посмотрим, в каком состоянии у нас лист. Потому что огонь я все-таки прокачивала. Так, кто у нас лист? Ты у нас лист? О-о-о. Ну, если это лист, то он в очень плохом состоянии. Или ты у нас лист? Шестой уровень. Я забыла про тебя. Так, погоди. Давай мы на тебя посмотрим. Ты кто? Вот здесь лучше будет посмотреть. Ну-ка, лист. Мне нужен вот. Шестой уровень листа. И лавотека двенадцатый. Я ее очень хорошо прокачала. Ну, давайте хотя бы один раз попробуем. О, нет. Выйдет не то, что мне надо. Так, надо его отправить куда-нибудь в Вублин. Давайте поменяем местами. Я думаю, это будет очень хорошо. Итак, берем кого-то другого. Например, берем здесь лавотека. А здесь мы брюшка возьмем. Вот так. Ну что, так получится? Да, девять пятьдесят девять. Может быть и получится вылезти просто обалденно потрясного монстрика. Будем ждать. И пойдем с вами дальше. В какой остров мы еще не заходили? Это реальный. Эх, мой бедный, это реальный остров. Как же мне хочется хоть кого-нибудь на тебя поставить. Но все будут решать мои любимые подписчики. Как они скажут, так и будут. Скажут прокачать здание, прокачаю. Скажут купить остров. Куплю остров. А скажут поставить в ужасный, реальный остров. И прокачать его до пятнадцатого уровня. Так и будет. Так что не забывайте голосовать прямо сейчас в комментариях. А мы, ну, немножечко здесь побывали и хватит. Пойдемте на остров Бублин. У меня для вас огромный сюрприз. Я взяла. И пока тут ходила, бродила. Так, вывела еще монстриков. В смысле, разбудила. Будет так правильно говорить. Давайте соберемся самое ценное и я вам покажу. Вот. Вы же не видели, как они присыпаются? Ну, по крайней мере, у меня на острове Бублин. Вот сейчас вам удастся это посмотреть. Смотрите, я бужу одного. В смысле, второго. Слышите, как они вдвоем в классе играют? Им теперь очень весело. Но это еще не все. Я еще одного разбудила. Вот он тут сидит. Давайте будить. Три, два, раз. Просыпайся. Ух ты, проснулся. Теперь они вчетвером будут давать гораздо больше всего ценного. И я тому очень рада. А тут что у меня пооткрывалось? Давайте поглядим. Ух ты. Это я с тега бака вывела. Целых двадцать пять тысяч монет. Ух ты. Здорово. Спасибо. Это мне никогда не помешает. Тем более, чтобы сделать то, что будут требовать мои подписчики. Идемте дальше. И у нас с вами по кругу остался последний остров. Племенной. Давайте посмотрим, что там у нас новенькое. Сегодня середина недели. И я хочу посмотреть, кто же прокачался на моем острове. Что? Совсем никто? Ахахаха. Как жалко. Правда, я тоже, честно говоря, не заходила с начала недели. Поэтому тоже хочу прокачать своего монстрика. И я надеюсь, что вы сделаете то же самое вместе со мной. Но вы же не столько хотите показаться в моих видео. Прокачивать монстриков надо, чтобы получать звездочки. Вам же нужны звездочки. Тогда прокачивайтесь, пожалуйста, мои дорогие соплеменники. Давайте я буду прокачивать своего монстрика и покажу, как это делается. Что же, я могу немножечко потратиться. Вот, у меня уже четвертый уровень. Пятый. Шестой. Ведь монетки я тратить не могу, поэтому трачу кристаллики. Тем более, за кристаллики можно прокачаться. Ого-го. Я уже до восьмого уровня прокачалась. И собирать еще и еще. До одиннадцатого, например. Или даже до двенадцатого. Ой. Вот. До двенадцатого уровня. А накоплю еще и еще прокачаюсь. Ведь до конца недели еще есть дни. Смотрите. Делайте так, как я. Набираем звездочки. У нас все с вами получится. Прокачивайтесь. Не ленитесь. Так. А мы посмотрим, может, хоть кто-то в этой команде прокачался. Давайте смотреть. Нам все-таки нужно найти победителя. Здесь никого. О, Лалалошка тоже на первом уровне. Наверное, устал ждать, когда я зайду на свой остров. Так. И здесь никого. Да-да-да. Совсем беда. Так. Здесь тоже никто не прокачался. Может быть, здесь. Ну, хоть кто-нибудь. Я же хотела немножечко попутешествовать по островам. Неужели ни один человек не прокачался? О, ух ты. Андрей Хомченко. Четырнадцатый уровень. Молодец, Андрей. Пока что ты первый, кто прокачался. И если никого не будет, ты будешь на первом месте. Так. Тут посмотрим. Никого. Никого. А этот малыш тоже нет. Я смотрю, все-таки маленькие монстрыки. По-моему, с этой стороны вообще никто не прокачивался. Так. А здесь и здесь никого. О, вот это. О, Даниил на планшете. Восьмой уровень. Ребята, кажется, у нас есть два победителя. Итак. Первое место занимает Андрей Хомченко. Девяносто девять. Приветик тебе, от болтушки. Второе место занимает у нас Даниил на планшете. Восьмой уровень прокачки. Привет, привет тебе, Даниил. Я вас поздравляю, ребята. Вы успели первыми. Поэтому на ваши острова и пойдем. Андрей Хомченко девяносто девять. Уровень двадцать первый. Посмотрим, какой остров его посетить. Может быть, холодный? А давайте холодный. Мы уже давно там не были. Хочу посмотреть, кто у него. Ого. Вы только посмотрите. Здесь до сих пор елочка стоит. Представляете, какая прелесть. Так, малыши мои, малыши. О, вот про эту штуку никто мне так и не написал. Пишите обязательно. Потому что у меня ее еще, к сожалению, нет. Такие хорошенькие, какие пригоженькие. Только, к сожалению, нет стук каких-то особенных монстриков. Но, кроме Йоли. Йоли, конечно, модный. Ничего не скажешь. Но остров чистый, красивый. Поэтому палец вверх. А еще, а еще зажигание покелочков от болтушки. Держи. Идем дальше. Данил на планшете. 14 уровень. А как прокачивается. Молодец. И мы к нему зайдем на растительный остров. Давайте посмотрим, что же там интересного делается. Смотрите. Это 14 уровень. Вот это работает, парень. Вот это я понимаю. Все так красиво. Столько покелочков. Столько, столько монстриков. Ну, я скажу, красота неимоверная. И хотя здесь нет каких-то особенных монстров. Но видно, что на 14 уровне это просто, просто супер. Вот, честное слово. За это тебе покелочек от болтушки. Только почему-то он не зажигается. Ну ладно. Вначале палец вверх. А потом покелочек. Отлично. Зажегся. Превосходно. А ну, ребята, вы даете, конечно. Я на 14 уровне не была такой развитой. Что ж, раз у нас нет четвертого места, ключики я немножко приберегу. Так что прокачивайте и посмотрим, что из этого получится. А сейчас мы продолжим наше путешествие. И кажется, в прошлый раз мы закончили на подписчике, которого зовут Окакен. Сейчас мы его найдем. Но я, по крайней мере, надеюсь, что найдем. Так, вот он, 25 уровня. И следующий подписчик Ого Андроид. Йога Андроид или Уээга Андроид. Точно не знаю. Но знаю точно, 20 уровень. Это уровень. И мы идем к нему на, может, земляной остров. Нет, 20 уровень, наверное, еще не успел развиться на земляном. Зато есть остров Сухобуша. Там, говорят, очень сложно. А вот это реальный. Успел ли он прокачать кого-нибудь до 15 уровня? Нет, кажется, так же, как и я. Не успел. Но я тебе хочу одну штуку посоветовать. Возьми и купи вот этих вот потрясающих, мелких, замечательных монстриков. Они приносят очень много осколков. И ты сможешь намного быстрее развиваться. Вот тебе от меня факелочек и палец вверх. Давай, давай, давай. Я уверена, что получится прокачать какого-нибудь монстрика очень скоро. А следующий у нас Ниан Кэт. Ниан Кэт, 17 уровень. И мы сходим на растительный остров. Посмотрим, что там творится. Привет! Ого! А что это такое с лужасом? Он что, реально редкий? Какой красивый лужас! Или он уже прокачан на 15 уровень? Напишите мне в комментарии. Такого лужаса я еще не видела. Крутецки до невозможности. Молодец! И факелочек от меня. Давайте еще походим по острову, посмотрим. Ой, какой-то котел. Там зелье готовится. Интересно, что за котел? Все пишите мне в комментарии. Будет интересно почитать. А мы шагаем дальше. И следующий остров. Это Новоплей. Эй, 23 уровень. Новоплей, ты везде. Ого! 23 уровень. Может, посмотрим в озяной улице? Там наверняка уже должны быть какие-нибудь интересные монстрики. На 23 уровне. И правда интересно. Вы только на вот это посмотрите. Это какой-то супер ветки, да? О, какой красивый. Вау! Невероятный. А какая огромная лопага. Супер. Мне очень нравится. Правда, нереально круто. А еще кто-то выводится. Правда, за кустиком совершенно не видать. Странно. Два одинаковых яйца. Двух одинаковых монстров. Интересно, что может вывести с такого особенного? Напишите мне в комментарии. Это действительно очень интересно. А я ставлю палец вверх и зажигаю по келочке. Иду дальше. И у нас ноу-нейм. В смысле нету имени? У 14 уровня нету имени. И мы идем на растительный остров. Уровень-то 14. А это значит не очень высокий. Но может кого-то удалось вывести интересного? Давайте посмотрим. Смотрите, все-таки удалось. На 14 уровне удалось вывести вот такого симпатюльку. Вы только посмотрите, какие они классные. Супер. Два брата-акробата. Один синий, другой розовенький. Здорово получилось. Как тебе это удалось? Напиши мне в комментарии. Я все запоминаю. Ну или по крайней мере стараюсь. А где твои покелочки? Я хочу что-нибудь зажечь на этом прекрасном островочке. Ой, один факел и удалось вывести такое чудо. Ого-го. Наверное, он хорошо прокачанный. Ну вот тебе покелочек от болтушки. Я иду дальше. Ниндзя ФД 30 уровень. Ребята, вы не шутите? 30. Так, надо, значит, посмотреть что-то такое экзотическое. И хотя факел нужно зажигать на растительном острове, может на растительный зайти? Нет, мне хочется на какой-нибудь земляной. Хотя я должна заходить именно туда, где требуется зажигание покелочков. Уж, простите, придется зайти на растительный. Какой же он классный. Особенно здорово смотреть, когда его видно во весь рост. Это просто бомба. Честное слово. Главное, все спят. Один он играет какую-то симпатичную мелодию. Слушайте, все-таки интересно спят. Давайте посмотрим поближе. И барабамы редкие. Смотрите, какая прелесть. А где лужасы? Наверное, все лужасы спят на эфириальном острове. Точно говорю. Я угадала? Напиши мне об этом в комментарии. А тебе палец вверх за этого симпатичного громилу. И, конечно, зажигаю покелочек от болтушки. Идем дальше. И у нас с вами Никита Нек. 20 уровень. Какой же остров посетить? Ой, здесь везде надо что-то зажигать. Давайте попробуем огненное убежище. Посмотрим, кого удалось вывести на 20-м-то уровне. О, смотрите. Ух ты. Ах, сколько красивых монстриков. И сюда, и сюда глянут. Все есть. И так расчистили здорово. Смотрите, какая интересная идея. Лавотека. Целых три штучки. Как будто бы папа, мама и маленький ребеночек лавотека. А рядом, ого, все подвое. Ничего себе. Очень красиво. Очень интересная идея. Супер-супер. Вот тебе палец вверх. И, конечно же, покелочек. Вы только посмотрите, как оригинально расставлено здесь на острове. Только в покелочке у нас не по кругу, конечно. Но я думаю, что Никита и справится. Ой, красота. Немоверно. Вот такого острова я еще не видела, честное слово. Иду дальше. Никита 71. 20-й уровень. Что-то два Никиты и оба 20-го уровня. Разве такое может быть? Ладно, пойдемте на воздушный остров. Там наверняка что-то интересное есть от Никиты 71. Ой, тут вообще почти никого нету. Ой, ребята, зато есть редкие. Смотрите, лопага и вот этот, который очень-очень дорогой. И которого надо накормить до 15-го уровня и перевезти на реальный остров. Желаю тебе огромной удачи. Вот тебе палец вверх и покелочек от меня, конечно. Держи, лови, развивайся. Почистай островочек. Никита покел на этер. Что это такое, я не понимаю. Но это, кажется, 24-й уровень. Ну раз 24-й, пойдем поглядим, это реальный. Вдруг удалось на это реальном кого-нибудь поставить. Так. Ого. Ничего себе. Вот это я понимаю. Вы только посмотрите, какой чистый остров. Как красиво. И главное, а где, где, где находятся вот эти вот маленькие заключики-монстрики? Почему их до сих пор нету? Но зато уже выведено столько-столько, наверное, они тоже дают очень много осколков. Они потрясающе выглядят. Просто супер. Молодец. Вот тебе палец вверх на 24-м уровне. Такое? Да. Мне прям очень захотелось тоже перевезти своего в ужаса и посмотреть, что будет. Наверное, мы скоро все таки сделаем, если подписчики захотят. А у меня еще один Никита, который 23-го уровня. Давайте зайдем к нему на какой-нибудь водяной остров. Сегодня что-то мне воды очень хочется. Посмотрим, кто там живет. О, водяной остров чистый-причистый. И кажется, Никита только начал на нем развиваться. Я думаю, очень сложно на этом островочке развиваться. Все расчистить, построить что-то новое, а вывезти монстров. О-хо-хо-хо-хо. Но ничего. Вы только посмотрите, как ему это удается. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Вот тебе палец вверх и покелочек от меня. Погнали дальше. И у нас с вами нью-плеер Д. 12-й уровень. Давайте зайдем посмотрим. Так, здесь покелочков зажигать не надо. Еще вот 12-й уровень. Давайте на растительный остров зайдем. 12-й уровень. Посмотрим, хоть каких монстриков удалось собрать. Ну-ка, осмотрите. Красивые монстрики. Даже из балалис есть. Вот это здорово. А купи еще дорами фасоли оси побольше. Они приносят очень много монеток. А так, молодец. Хорошо развиваешься. Идем дальше. Следующий нью-плеер 15-го уровня. Не знаю, кто это, но это не важно. Главное, что есть покелочек, который можно зажечь на растительном острове. Так, а здесь у нас получше будет. Вон, поглядите, сколько монстриков. Какие красивые. Новеньких, конечно, редких нету, но монстров много, как для 15-го уровня. Поэтому, конечно же, развивайся и желаю тебе успехов в выведении. Следующий нью-плеер 20-го уровня. Мы его тоже с удовольствием посетим. Тем более, тут много чего зажигать можно. На воздушном острове, к примеру. Интересно, на 20-м уровне можно было вывести подсельщика? А, ну давайте поглядим. Так, ну подсельщика-то я и не вижу. Зато помпом есть много. И еще, и еще вот этот монстрик. Как тебе удалось его вывести? Такой классненький. Я тоже такого хочу. Буду стараться, как и ты. Зажигаю тебе покелочки рядом с этим монстриком. И ставлю палец вверх. Молодец. Больше тебе редких и красивых монстров. А мы с вами возвращаемся домой. На наш племенной остров. Я напоминаю всем моим подписчикам, что надо прокачиваться, чтобы зарабатывать звездочки. И я окна вас надеюсь. Давайте вместе заработаем много-много-много звезд. Мы обязательно вернемся в эту игру. А чтобы этого не пропустить, не забывайте подписываться на канал Суперразвлекательный и жать колокольчик. С вами была Балтушка-Веселушка. Чао-ка-као. Субтитры сделал DimaTorzok